Здравствуйте, мои уважаемые зрители! В прошлом ролике я вам рассказывал, что может начаться война уже. Сейчас я вам покажу. Вот, за Зангизур. Это уже не первое сообщение, которое я читаю в новостных СМИ. Вот теперь еще на армянском сайте, тут в фейсбуке, нашел то же самое подтверждение. Сейчас фотографии я вам покажу. На Южном Кавказе грядет новая война. Анна Абрахамян. Сейчас я вам фотографии как раз нашел, у нее покажу. Вот, техника подвозится уже на границу. Смотрите фотографии. Вот, танки там уже вон, уже все загружено. Вот, платформа с танками уже отправляется на войну. Вот еще тут боевая техника. Так что не зря тут многие трубят уже в СМИ, что может скоро война начаться за Зангизур. И вот тут она пишет то же самое, что вот, все подготовка идет тут. Подготовка к войне с Зангизуру, территорию Зангизура. Мы поехали дальше к расположению о моем ролике, что армянская церковь пропала в Гадруцском районе. И вот теперь Хикмет Гаджиев прокомментировал сообщение о разрушении армянской часовни. Как раз вот я ролик выпустил недавно. Помощник президента Азербайджана, заведующим отделом внешней политики, Хикмет Гаджиев прокомментировал сообщение о снесении армянской церкви в освобожденном армянской оккупации в Джебраильском районе Азербайджана. Помощник президента написал соответствующий пост на эту тему на своей странице твиттера. Он написал, в 2017 году по качестве официального представителя МИД я сделал заявление о незаконном строительстве военной часовни в оккупированном Джебраиле, где никогда не жили армяне. По его словам, в то время как оскорблению Карабахи подвергло все, что касалось азербайджанского наследия, незаконное строительство военной часовни противоречит основным принципам христианства. Вот, если вы видите там пост, Хикмет Гаджиев написал. В общем, понятно, по приказу Хикмет Гаджиева была церковь, как сказать, ликвидированная часовня. Так, ну и вот теперь еще тут новость за новостью. Арабы убили редких птиц в Гагском государственном заповеднике. Я раньше уже там ролик выпустил, что они соколов выпускали, охотятся на голубей. А теперь тут еще вторая серия, предложения. На этот раз арабы охотились на редкого кавказского журавля в Гагском государственном заповеднике. Даже в государственный заповедник умудрились добраться. Отмечается, что количество этих птиц составляет всего лишь 200-250 пар. Так, кроме того, арабы охотились на чернобрюхих, рябок, стрепетов. В общем, охота на которых была запрещена. Да, несколько дней назад на этой странице были опубликованы кадры, на которых арабские туристы привязывают живого голубя к дрону в районе Гагского района. Скармливая ее ястребом. В общем, вот сейчас фотографии покажу. Вот они. Вот уничтоженные арабами. Сколько птиц было уничтожено за это время. Вот журавль. В общем, очень казались они живодерами, я скажу, эти. А арабские гости, как сказать, поуничтожили очень много ценных пород птиц. Ну и вот сейчас последние тут такие новости. Было обнаружено, брошено армянами, зенитно-ракетный комплекс «Игла» и много других вооружений. Сотрудники азербайджанской полиции продолжают профилактические мероприятия на освобожденных от оккупации территориях с целью обнаружения оружия и боеприпасов. В ходе очередных подобных мероприятий, проведенных сотрудниками Лачинского, это в Лачине района, были обнаружены один зенитно-ракетный комплекс «Игла». В общем, гранатометы, пулеметы, автоматы, 6-ручных гранат, 64 вида снарядов, 19 магазинов, в общем, 1100 пуль. В общем, целый склад боеприпасов обнаружили. В общем, армяне все пооставляли, все, как всегда, подарили азербайджанцам презент. Ну, последняя новость такая, немного, как сказать, в Азербайджане один человек, вот, изискан Алиев требует у скандального, той барона, 2 миллиона за гибель сына. Погиб у него сын, вот, разбился. Девятый наследственный хит Алиев работал на строительстве многогетажного дома и на пересечении улиц Сулеймана Сани Ахундова. И в 2015 году он упал с шестого этажа здания и погиб. Тогда упал еще один рабочий, Азад Абасов, которому повезло больше, он выжил. Вот тут разбился этот парень. В ходе расследования выяснилось, что во время строительных работ были грубо нарушены правила безопасности, в том числе при проведении высотных работ. В общем, этот самый директор был приговорен к пяти годам лишения свободы. Но пострадавший Алиев считает, что в гибели виновата строительная компания и требует от нее компенсации. Он раньше выдвинул иск, и ему присудили компенсацию в размере 5000 монатов. Суд присудил 5000 монатов. Но он не остался недовольным решением суда и написал, как судья может так обесценить человеческую жизнь. Человеческая жизнь бесценна. Нельзя передать словами, что мы испытывали, когда погиб наш сын. В общем, компенсация должна быть справедливой, сказал Алиев. И он подал в суд жалобу повторно. И он требует сейчас, сейчас почитаем, сколько он, 2 миллиона монат. Он требует сейчас за гибель своего сына. Предъявил счет строительной компании. Не знаю, как скоро будет это рассматривать, судья это дело. Потом посмотрим, удалось ли ему получить всю требовую сумму за гибель сына. В общем, да, 5000 монат, мне кажется, очень мало. Не может быть за смерть человека. За, как сказать, ну, разбился, да, несчастный случай. Но все равно виновата компания. Ну, никак не 5000 монат, ясно там. Это, мне кажется, минимум 50 тысяч монат. Это минимум. Ну, потребовал 2 миллиона. То есть, посмотрим, чем закончится. Всем спасибо, всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok